Всем привет! На прошлой неделе у меня был псих, и я не поставила ни одно видео, потому что я психанула, и все видео, что я вам сняла на прошлой неделе, я их стерла, потому что они мне не понравились, мне не понравилось, как я выгляжу, мне не понравилось, как я говорю, мне ничего не понравилось, я вообще два раза не думала, и все стерла, поэтому целую неделю вы от меня отдыхали. Вот, так что сегодня я к вам вернулась с новыми видео, и даже немножко тема поменяла предыдущих видео, которые я все равно вам сниму, потому что я хочу снять, и сегодня расскажу вам что-то другое. Сегодня будут покупки, которые я сделала за последнее время, тут будут некоторые новинки, которые я еще никогда не пробовала, тут будут мои любимые старички, которые я постоянно покупаю, я быстренько, мельком вам их покажу, только чтобы вы знали, что я до сих пор этим пользуюсь. И будут тут некоторые маленькие подачки, которые я получала от девчонок и от своего мужа. Мы начнем, я вам покажу 5 продуктов, которыми я пользуюсь все лето, и я их покупала уже заново, и это был, по-моему, третий раз, что я их покупала, поэтому, поскольку все-таки видео о покупках, я их, да, покажу, но долго станутся не буду, потому что вы их 100 раз видели в моих видео, я 100 раз про них рассказывала, и если я 101 раз их показываю, это значит, что я их очень люблю, что они на мне работают, и что они классные. Это 5 продуктов, 2 вот таких тоника, 1 тоника Тайрс, который я всегда заказываю на iHerb, я вам оставлю, конечно же, ссылку, и такой вот лимонный тоник с разными кислотами, фруктовыми кислотами от Michael Todd, очень-очень люблю 2 эти штуки, каждый день я пользуюсь, этим я пользуюсь каждое утро, этим я пользуюсь каждый вечер, если вы хотите что-то наподобие такого тоника, то мне кажется, что тоник от Clinique из трехступенчатой системы замечательно, упс, замечательно работает, как и этот, этот, конечно, более фруктовый, более натуральный, но, как мне кажется, Clinique этот, в принципе, делают одно и то же в лице, поэтому, если вы хотите ничего заказывать с интернета, вы хотите попробовать что-то, про что я рассказываю, вот я думаю, что Clinique посерединке, то есть из трехступенчатой системы вторая ступенька, он очень похож на этот тоник, но Тайрс, если вы хотите какой-то замечательный тоник на утро, который будет вас освежать, то вот Тайрс, это самые лучшие тоники, которые я вообще когда-либо пробовала, и я пробовала их уже три разных вида, но на данный момент я осталась на лимонном, потому что у меня сейчас немножко проблемы с кожей, и лимонный меня, как бы, очень спасает, поэтому я пользуюсь всю зиму лимонным. Также в пятерку входит вот такой вот серум, тоже от Michael Dodd, это Antiox Serum, на русском это называется антиоксидантная сыворотка, вот такое слово сложное, в любом случае я им пользуюсь всегда ночью, потому что тут есть тоже очень много цитрусовых кислот, я, если честно, таким вещами боюсь пользоваться утром, потому что боюсь, что будет солнце каким-либо образом влиять на мою кожу, поэтому это, как бы, мой ночной уход за кожей, я всегда им пользуюсь, он очень-очень хорошо справляется с разными неровностями, покраснениями, прыщечками, и со всем, что может быть на лице не нужно, в общем, супер вещь, я уже третий раз ее заказываю, просто безмерно довольна. Также две мои покупки постоянные, это вот такой вот дезик, антипреспирант, вот этот именно гриньер, он, ну, такой вот, знаете, роликовый, в этот раз я купила, который не оставляет следов на одежде, да, анти-white marks, анти-yellow stains, анти-fedding, то бишь, ни на какой одежде он ничего не должен оставлять, не должен воцветать, не должен ни желтым быть, ни белым, в общем, если честно, я не обратила на это внимание, если он что-то оставляет или не оставляет, но я люблю эти дезики, они очень классно защищают от неприятного запаха, они не все на мне работают, есть некоторые, которые не работают, но, если честно, зимой на мне почти все работает, а вот летом мы посмотрим, будет ли вот это вот работать, но сейчас зимой он замечательный. И последний мой любимчик-фаворит на зиму, это вот такой вот крем от Clorance, у меня это Daily Energizer Cream, он один из самых недорогих в Clorance, он идет вот такой вот желтенький, я вам его миллионы тысячи, не знаю, сексилен раз показывала, вот такой вот желтенький, в этот раз я опять взяла крем и поняла, что такой вот в баночке, который мне больше все-таки нравится крем, нежели джель, у меня была гелевая версия, и она мне все-таки как-то менее понравилась, вот этот крем, моя кожа прямо его пьет, это прямо чувствуется, это видно, в общем, обожаю этот крем, я его покупаю, наверное, на раз седьмой, и очень-очень люблю, самое смешное, что мне очень часто на него приходят вот такие вот разные купончики, и тут мне пришел купон, что он стоит 119 шекелей, думаю, классно, как раз хорошая цена, пойду куплю, пришла в магазин, а в магазине он без купона стоит 109 шекелей, в общем, девчата, смотрите, когда вы покупаете, что вас даже с купонами не обдурили, в общем, ну, с удовольствием покупаю, всегда я его покупаю за эту цену, около 100 с чем-то шекелей, написано, что он оригинально стоит 200 шекелей, то бишь 40 евро, но вот я покупаю за пол цены, и думаю, что его цена 40 евро, и сейчас на это у нас дурят, как обычно, но в любом случае, обожаю этот крем просто. Так, следующее, пойдем просто по порядку, что под рукой лежит, то я буду показывать. Заказала я себе с сайта E-Hemist две вот такие вот материальные воды, биодермы, вот эти биодермы я пользовалась, две бутылки закончила ее, и была у меня еще зеленая, а красная еще никогда не пользовалась, знаю, что красная есть разные, не очень положительные отзывы, но я все-таки решила на своей коже попробовать, потому что все, кто делают в основном отзывы отрицательные на биодерму, 90% девочек с отрицательными отзывами, они с сухой кожей, поэтому я все-таки решила попробовать, думаю, если на сухой коже это не работает, не обязательно, что на моей комбинированной жирной будет работать, но вот это вот вообще ничего не сушит, если честно, вот эту я очень люблю, я ей все время пользуюсь, поэтому там была скидка, что там была скидка, 50%, да, нет, 1 плюс 1, там была скидка 1 плюс 1, и, в общем, две баночки мне вышли 10 фунтов, да, 10 фунтов, на израильские деньги 60 шекелей мне вышли две баночки, в общем, очень даже прилично, тут выходит пол-литра. И моя дорогая Соня, кто не знает, кто такая Соня, Соня была моим пищицей, и она стала моей подругой. В общем, Сонька приехала с Киевой и привезла мне вот такую вот муцеллярную воду от Невея, я такой у нас не видела, и вообще, если честно, я ни у кого такой не видел. Соня сказала, что она ей не пользовалась, но она мне купила, попробовала. Для всех типов кожи эффектно удаляет макияж лица и глаз, глубоко очищает, освежает, увлажняет кожу. Кто это из вас пробовал? Я начала ей пользоваться, биодерму не открыла, потому что моя биодерма как раз голубая закончилась, я подумала, что замечательно, Соня принесла, как раз самое время пробовать. В общем, пробую ее уже около недели, даже чуть меньше, дни 5. Пока, знаете, она мне нравится, могу сразу сказать, что с глаз она удаляет макияж немного медленно. То бишь, для того, чтобы убрать хорошо, хороший слой туши, нужно подержать хотя бы полминуты, для того, чтобы она начала работать и снимать макияж. То есть, я когда сравнивала ее с биодермой, вот брала два тампончика ватных, наливала туда одну, вторую сюда, прикладывала к глазам. Через секунд 15, когда убирала, то биодерма снимала намного объемный слой туши, нежели вот эта вот вещь. Это то, что я заметила, она мне не щипет глаза, она, в принципе, неплохо снимает сам макияж тональный и тому подобное из 30 с лица. В общем, да, буду смотреть, пробовать. Но очень интересно попробовать, потому что я пробовала L'Oreal, который я терпеть не могу. L'Oreal это самая для меня ужасная метелятка, она на мне дико мылится. Пробовала Garnier, который на мне работает 50 на 50. Первый пол бутылька работает замечательно, со второй половиной что-то там происходит, и тоже начинает фигово-хреновато на мне работать. Поэтому буду с удовольствием пробовать это. Вообще, честно вам сказать, я Nivea очень люблю. Из дешевой косметики я очень люблю Nivea. Не знаю почему, наведло мне что-то в голове, что немецкая косметика, она хорошая. Я, в общем, очень люблю Nivea. И все мое юношество, можно так сказать, крема, в основном крема, я пользовалась нивейскими кремами. И я считаю их даже очень-очень хорошими, как мне кажется. Я знаю, что кто-то любит Nivea, кто-то ее терпеть не может, но отлично я люблю. Так, две покупки от Laline. Мне купил муж, пришел такой довольный, говорит, я тебе что-то купил, притащил мне мой любимый крем. Я вам показывала как раз его в пустых баночках, что я его закончила, сказала, что у меня есть такой новый. В общем, мой Netser притащил мне вот такой вот крем для тела. Это у нас Lemon Grass Verben. Я сто раз вам рассказывала, что обожаю этот запах. Вообще, если вы в Израиле живете, вы не пробовали, я не знаю, есть ли, может быть, такие люди, а может быть, нет, кто еще не пробовал Laline. Laline сейчас выпустила много интересных запахов, реально интересные запахи. Они немножко отличаются от того, что раньше было. Они менее национально-восточные, они такие более интересные. У них там даже, например, запах красный перец и ваниль. Я ваниль не переношу, просто вот запах, который я терпеть не могу, но вот этот запах очень интересный. С красным перцем он вообще как-то ярко не отражается ванилью и даже мелко не отражается ванилью. Какой-то такой интересный, нежный очень запах. В общем, советую пойти попробовать такие вот баттеры и крема, и крема для рук. В общем, не пренебрегайте. В любом случае, мне муж притащил крем для тела, который я пользовалась уже не раз. Я не поувеличу. Ну, наверное, этот четвертый бутылек так точно. И крем для рук, который, я не знаю, сбила счету какой-то бутылек. Это уже, наверное, бутылек 20. Потому что я этот крем для рук очень люблю. И в старых версиях Лолин я крем для рук любила, и в новой версии я крем для рук Лолин люблю. Мне нравится, как он впитывается. Мне нравится, что он делает с руками. В принципе, что он хорошо увлажняет, что он быстро впитывается, что руки остаются нежные, что они не сушат кутикулу. Что у меня произошло с кремом от Sopran Glory, что он мне настолько высужил всю кутикулу вокруг ногтя. Это что-то было с чем-то. В общем, очень хороший крем. Ну, лично, как по мне, я его люблю. И тоже это тот же Lemon Grass Berlin. Также Сонь привезла мне бархатные ручки. Она мне привезла целых 4 крема. Но вот хочу отметить этот по тому, как начала этим пользоваться. Я такой не видела еще. Желтенький. Новинка Королевский орган. В общем, люблю бархатные ручки тоже этот крем. Наверное, все вы пробовали эти бархатные ручки. Не буду долго о нем рассказывать. Я больше люблю светлые версии. Сонь мне привезла и коричневую. Я уже не помню, в чем она. У меня была раньше когда-то просто белая версия, по-моему, с орехом акадами. И вот сейчас она привезла и коричневую, и вот такую вот желтенько-белую. И, если честно, вот белые мне эти, они очень нравятся. И мне нравится, что этот крем просто моментально впитывается. Я обожаю такие кремы, которые просто моментально впитываются. Потому что у меня руки, у них есть свойственность потеть. И если крем, который не впитывается, это я сразу просто на эти намазалась. И через 5 минут мне нужно срочно руки помыть, потому что я уже не могу чувствовать эту жирность на руках. Итак, Соня мне привезла, можно так сказать, вот такую вот сыворотку Everline. Вы это все знаете. Просто хочу два слова сказать. Вот такая вот сыворотка для ресничек. Я пользуюсь ей буквально еще чуть меньше недели. Около недели пользуюсь ей. Наношу ее как на ночь. Как и написано, что ее можно наносить на ночь для роста ресничек. И также ее в некоторые моменты наношу как базу под тушь. Как база под тушь она мне нравится. Сразу виден эффект. Это очень заметно. Если сравнить реснички без базы и с базой, сразу виден эффект. Даже не о чем говорить. То есть видно, что она что-то делает. В ее лечебном плане я пока не заметила никакого результата. Но за неделю, я думаю, и невозможно заметить никакой результат. Нужно подождать хотя бы, ну не знаю, месяц может быть как-то так. А продукт может быть открытым 6 месяцев. Поэтому вполне за 6 месяцев можно увидеть результат. Опять у меня из рук она улетела. Недавно, наконец-то, я заказала себе с iHerb вот этот вот Lip Exfoliator от ELF. Как это? Скраб для губ. Который выглядит в виде помады. Я знаю, что можно скраб для губ делать собственноручно. Что вы берете немножко сахарок, немножко меда, немножко какого-нибудь масла, оливкового масла. И на губу мажете, потом смываете. Это тоже эксфолиатор. Ну, я очень хотела попробовать вот такую вот помадку. Она выглядит в виде помады от ELF. Всего 3 доллара стоит. Копейки. Вот так вот. Что мне в ней нравится? Что у меня... Во-первых, я ее пробовала до этого. Мне Оля моя дала попробовать ее. Потому что она от нее в восторге. Что мне нравится в этой помаде? В помаде, в этом эксфолиаторе, да, скрабе. Что его не нужно смывать. У меня такое чувство, что вместе он уже здесь идет как бы как с гиенической помадой. То есть вы его наносите, вы чувствуете, как эти скрабинки скрабят вам губы. Но вместе с тем вы сразу чувствуете, как бы, как, что он как бы увлажняет, что он как бы увлажняет ваши губы. В общем, интересная штука. На 3 доллара так вообще супер. У нас в Израиле сейчас я никогда не видела скрабы для губ. Вы где-то видели? Скажите мне. Я нигде не видела. Ни в одном магазине, ни в одном специализированном магазине. Ни в каком. Интересно. В общем, очень интересная штука. Советую вам попробовать. Раз уж я вспомнила Олю. Оля мне недавно привезла такой подарок. Она приезжала ко мне в гости неделю после Нового года. Это было давно, если честно. И она мне привезла вот такое вот мыло для тела. Да, нет, это шауэр джель от Нарцисса Родригес, который из серии Essence. У него есть такой парфюм, который называется Essence. Слушайте, это обалденный запах. Я даже, когда Оля мне привезла, очень загорелось купить себе такой парфюм. Ну, когда я пришла к нам в магазин и его понюхала, он, кстати, продается у нас в магазине в апреле. Не знаю, как-то он мне не очень впечатлил, как он держался на мне этот парфюм. Не знаю, даже это мыло, то есть этот гель, он после душа держится нам только больше, намного лучше и приятнее. И дают вот такой приятный шлейф, нежели сам парфюм. Поэтому парфюм я такого точно покупать не буду. Но мыло это просто супер. Знаете, когда хочется такой, как бы, себя побаловать, я вот, ну, как бы, его не мою, все им тело, потому что просто жаба душит. Я, как бы, набираю в руку и просто так мылю верхнюю часть тела, да, вот, как бы, декольте. Потом такой запах приятный. Короче, супер-супер-супер подарок. Присмотритесь, если кому-то хотите купить интересный подарок. Вот это просто супер вещь. Следующую новинку, что я купила себе, вот такое вот, что это у нас? Это гель для умывания от фирмы Lancaster. Вообще, с Lancaster я знакома давным-давно. В 15 лет первый раз я попробовала эту фирму. Мне тогда один консультант в магазине, что был хороший консультант, она мне, у меня была очень проблематичная кожа. И она мне посоветовала от них маску и тоник. И мне эта маска и тоник просто кожу буквально за полтора месяца превратили в гладкую кожу без разных высыпаний. Но, к сожалению, больше этой линейки я никогда в Израиле не видела. У меня такое чувство, что эта линейка просто давным-давно уже вышла из производства. И тут недавно я очень хочу купить от Clorans одну умывалку. Но я ее нигде на север у нас не нахожу, какой-то дурдом. Не знаю, странно, где я не была, нигде ее нету. В общем, буду продолжать искать. И мне нужна была какая-нибудь утренняя умывалка. Я увидела у нас в нашем ближайшем магазине, что вот продается вот такая вот серия от Lancaster. И я решила попробовать. Как раз на нее тоже были скидки. Сейчас на все скидки, сейчас время скидок. В общем, купила это как раз для жирной кожи. И она с нектаром лаванды и с Sage. Sage это у нас Marva. А это у нас на русском Shelfie. Вот, Shelfie. В общем, с Shelfie. Знаете, я ее пока пробовала немного. Тоже около недели пробую, потому что... Купила ее давно, купила где-то месяца полтора. Но моя предыдущая умывалка закончилась только недель назад. И вы знаете, даже с первого раза она мне как-то дико понравилась. Она как-то умывает очень-очень классно лицо. Хорошо-хорошо смывает косметику. Я знаете, как знаю, что умывалка действительно хорошо смывает косметику. Если я потом беру вот этот свой тоник вечером, например. И провожу им... В общем, наношу его на ватку и провожу им. И я вижу, что он весь в тональном средстве до сих пор. Это значит, что мыло плохо смывает косметику. И тоник как бы домывает. А вот эта вот штука, когда я ей попробовала и вечером, и утром. Ну, знаете, когда новая покупается, хочется все время попробовать. В общем, когда вечером я ей смыла косметику. Тут можно ей смывать косметику, кроме глаз. И потом провела тоником. То ватный диск был, в принципе, почти-почти чистый. Ну, потому что все-таки здесь я не умываюсь. И тут тоже иногда есть немножко пудры и все. И отсюда он был более такой... Отсюда он, как бы, в принципе, был запачкан. В общем, умывает лицо она хорошо. Не могу сказать, что это до скрипы. Я не люблю, в принципе, эти пенки, которые там до скрипы, чтобы кожа, по-моему, скрипела. Нет, не в моем случае. Но умывает она хорошо, оставляет лицо свежее, дает такую свежесть. Это прямо чувствуется. Такое чувство, что у нее есть немножко ментола внутри. Но я что-то сомневаюсь, что здесь есть ментол. Это, наверное, лаванда дает такой эффект. Как бы лавандовое масло, оно тоже дает такой эффект холодка. Ну, в общем, классная штука. Буду продолжать пользоваться. Если вам интересно, если не ошибаюсь, до сих пор она в суперфармах. В наших магазинах израильских. Стоит, по-моему, 110 шекелей. И последнее сегодня, что я вам хочу показать. Я купила себе вот такой вот спонж. Мне его сказала купить Соня. Мы к нему подошли. Она говорит, ой, этот знаменитый спонж сейчас всем им пользуется. Это конжаковый спонж, если я правильно это произношу. Давайте я подгляжу, потому что я точно это сейчас Соню правильно скажу. Этот спонж изготовлен из экзотического растения коньяку. Которое растет, насколько я понимаю, в Японии. И я вам оставлю ссылку на сайт, где я нашла объяснение по поводу этого спонжа. Как им пользоваться. Какие виды спонжев бывают. И вообще, где оно произошло. И тому подобное. Для того, чтобы я сейчас всякую бурду не несла на своем правильном русском. В любом случае, у меня вот такой вот спонж. Который пропитан. Он для жирной кожи. Он у меня черный. Их там миллион разных видов. И он у меня пропитан. Чем что у меня пропитан. Черный он с добавлением бамбукового угля. Который глубоко очищает кожу. Сужает поры. Уменьшает черные точки. Именно для жирной и комбинированной кожи. Я его купила также у нас в магазине Superfarm. И на него был один плюс один. И мы с Сонькой взяли. Она себе один и я себе один. В общем, мы его купили тоже буквально неделю назад. Я им сейчас с удовольствием пользуюсь. Пробую его. Я знаю, что им можно пользоваться без всякого наносения. Всяких там гелей и тому подобное. Можно так его без всего просто умывать лицо. Он очень-очень нежно умывает. Он очень-очень нежно эксфалиирует. Вообще, я на него никак не давлю. Вы просто, знаете, вот такими вот круговыми движениями. Он отличнейшим образом смывает вообще. Если на него наносить гель и вместе с гелем мыть лицо. Он просто отличным образом все смывает. Очень хорошо эксфалирует кожу. Оставляет ее такой гладкой. Сужает поры. По поводу черных точек не очень. Но еще мало времени им пользуюсь, чтобы сказать, что я в миллио. Просто он все, что он говорит, он точно делает. Но могу сказать, что пока он меня дико впечатлил. Просто Соня мне сделала открытие годом. Потому что я такая деревня, называется бьюти-блогер. Ради все вам свои покупки рассказала. И более-менее дала обзор на каждый продукт. Если вы с чем-то пользовались. И вы знаете какую-то интересную информацию, которая должна знать об этих продуктах. Например, как об этом спонже. Вы обязательно напишите в комментариях, как я сказала, по поводу спонжа. Какие виды есть, из чего он состоит. Где его нашли, из какого растения. Говорят, что это, кстати, натуральный продукт. А поскольку он сделан из этого растения. Я вам оставлю сайт, на котором я это прочитала внизу. Это не значит, что это какая-то оригинальная информация. Или информация производителя. Это просто значит, что я зашла в интернет, написала вот этот вот спонж. И это информация, которую я получила. Все ссылки, что я смогу найти на iHerb и тому подобное, я, конечно же, оставлю внизу. И на сегодня будет все. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. А несмотря на то, что вдохновение снимать пустые баночки у меня уже давным-давно нет. Но я вам поставила фотку в инстаграме. И вы меня попросили снять. И я решила, что...